Итак, ребята, я всех приветствую, мы продолжаем наше прохождение. Так, у нас два просителя, Пестер и, соответственно, беседа с дедом Егором. Давайте пообщаемся, посмотрим, что он нам скажет. Ну, как там твои печати? Уже скоро все будет открыто. Думаю, в срок успеем. Так, знаете, еще не вернулись, это хорошо. Поэтому мы, товарищи, пока здесь оставим. И к рассвету уж добралась. Че беса ты жертвовать не оставила, а? Таракан словить. Я что-нибудь с водяным... Ладно, надо на мельницу у тебя отправляться. Соливары я уже туда снарядил. Так, так мы же вот это уже все обсуждали. Думаешь, Вакуле откроет печать? Так, не знаю, что им он жертвы любит. А где просители-то? Может, деньгами переубедить? Я быстро проскипал диалог, и он считался как проситель. Ну, странно, там мы это все уже слышали и обсуждали. Ну, давайте следующего просителя. Помогай, Господь. Я это самое, рыбак. Сректа. Озеро Северного. Вад ты, прости, Господи. Так пришел поблагодарить. Не знаю уж, что ты там сделала. Да перестал водяной сеть портить. Вот тебе рыбки сушеные от нашей тортели. М-м-м. Это хорошо. Ну что, собираемся в путь. Деревня Федорова. Обычная деревушка. Я тут не была никогда. Может, все тут в один ом поклоняются. Как в прошлом было. Так, давайте на деда поменяем. И отправляемся в путь. Возле старой избы мужик бронит свою жену. Похоже, на звуки перебранки пришла добрая половина деревни. Часть крестьян поддерживают мужика. Другая часть вступилась за женщину. Предметом раздора оказалась пила, которая то и дело ломается. Мужик подозревает свою жену в сглазе. Она же уповает на свою невиновность. Так, осмотреть пилу. Кажется, этот предмет чинили неоднократно. Похоже, последний раз в ремонте он побывал у местного кузнеца всего несколько дней назад. Угу. Предложим помощь. Вы решаете, что о поломке может знать ладивший пилу кузнец. И узнаете, как добраться до его избы. Угу. Вы раздумываете над дальнейшим шагом. Так, ну и заодно раз узнаем про мельницу. Оказывается, мельница давно заброшена и имеет дурную славу. Мало кто решается приблизиться к старому зданию. Поговаривают, что водяной до сих пор ловит проходящих рядом людей и затягивает их в омут. Вы раздумываете над дальнейшим шагом. Так, Гаинская. Вот этого села недалеко и до мельницы. Давайте посмотрим, что там. А потом налево свернем. На сельской улице вам встречается странная крестьянская процессия с тюками и сундуками. Впереди идет крестьянин, сжимающий сонного петуха. Люди останавливаются, заметив вас на своем пути. Старухи начинают причитать и креститься, приняв вас за дурное предзнаменование. К вам обращается мужчина из начала шествия. Ты чего за простоволоска? Чего по ночам-то шастаешь? Петух в руках и мешки с тряпьем. Что задумали эти крестьяне? Угу. Интересно, интересно. Переезд. Может, вражба? С петухами гадают девки. А эти-то не шибко на гадальщиков похожи. Попробуем еще раз. На сельской улице вам встречается странная крестьяна. Ты чего за простоволоска? Чего по ночам-то шастаешь? Петух в руках и мешки с тряпьем. Значит, подарок. Что задумали эти крестьяне? Кому-то подарки несут? Нет. Да что ж такое-то? Неужели обычный переезд и ничего такого нету? Украсть жертву интересно. Но я им предложу свою помощь. Я знахарка. Могу помочь вам с переездом. После недолгого спора крестьяне соглашаются. Вы приносите в жертву петуха у нового сруба и шепчете необходимые слова. Благодарные крестьяне дают в дорогу несколько шанижек. Шанишки. Так, выселок. Кто-то боязно становится. Чувствую нечисть поблизости. Круто. Можно подраться будет немного. Вы минуете новые избы гаинского поселения и приближаетесь к берегу Камы. За водяным наверняка потянулась и его свита, мертвецы и утопленники из подводного царства. Сделав глоток свежего ночного воздуха, вы чертите круг. Хтонические гости не заставили долго ждать. Из реки выходят ваши недавние знакомые. Угу, поговорить. А-а-а, это ты, колдунья? Векша! Векша! И вы тут. Чё надо вам? В Акуль к мельнице отправился. Значит, граница маленькая. Мы тоже пришли. Помочь ему с девкой этой совладать? Вот ещё чё! Помалкивай. Все мозги уже раки съели. Ммм. Раз вы такие знатоки водяного, может, подскажете, как Соливару помочь и русалке? Водяному ты приглянулась. Он знатких людей любит. То, что русалке с именем помогла, это ему не по нраву. Ему с ней ещё сколько жить, она чё делать-то будет сейчас, коли вспомнила былое. А то, что ты пастуха его отмолила, то он разгневался. Вот волны пошли. Не шибко в духе, Вакуль. Наверное, денег стребует. Уж не знаю, сколько. А русалку он не отпустит никогда. Ну как, только когда срок выйдет, как и у всех, утопни. А я сам водяным стану. Как срок подойдёт. Помалкивай. Все мозги уже раки съели. Сыграть в карты. Так. Ой-ой. Ой-ой. Козырей-то у меня нет совсем. Так. Супер он берёт. Ну давайте попробуем его подзакидать немножко. Угу, тут. У меня десятка теперь есть. Да чтоб тебе. А, и он мне всех десяток скинет обратно. Нет. Нет. Да что ж ты делать-то будешь. Ох, всю колоду ему отдали. Из семёрок. Ну-ка. Так, десяточка пошла. Если я дам козыр, он, конечно, возьмёт. Не будет отказываться. О, как хорошо-то. Хотя нет, не очень. Часто мелочь шапить делать. В целых два козыря за всю игру собрал. Ух, ё. Ну я ему короля дам, он точно возьмёт. А, в смысле, нельзя больше? Три-четыре-пять. А-а-а. Пам-пам-пам. Опа, а вот это ты мне вмастил, конечно. Супер. Идём дальше. В кузницу. Тут живёт кузнец, который плохо починил инструмент. Кузница выстроена в отдалении от деревни, чтобы не было пожара. Вы стучитесь в дверь и вздрагиваете. Звуки неожиданно распарывают сгустившуюся тишину. Вскоре дверь приоткрывается, и из щели выглядывает сначала ружьё, затем и сам кузнец. Ты кто такая? Вроде рано каледовать. Я от мужика из Фёдорова. Вот. Пила у него дурно сделана. Кузнец опускает ружьё и осматривает инструмент. А, скверно. Моя работа. Ну что поделать? Боюсь ковать-то подолгу. Да не поверишь ведь. Я так-то из знатких. Всякое видала. Господи Иисусе. Ну слушай, ко мне сам окаянный зачастил. Выглядит, как обычный человек божий, только брагой тянет. Пришёл, подкуя лошадей, говорит. Ну, я поднимаю копыто-то у лошади, а там стопа человеческая. А у того крестьянина наоборот, копыто за место ног. И он на меня глазами-то своими зыркает. Я так человеческую стопу и подковал, прости господи. С тех пор и дверь боюсь отворять. Брашкой от беса пахнет, говоришь. Ну, я с этими чертями вчера только встречалась. Больше они тебя не побеспокоят. Прогнала их? Не знаю, как и благодарить. Давай пилу, будет как новая. Благодарный кузнец чинит инструмент и кланяется в пояс. На обратном пути вы отдаёте пилу крестьянину и получаете вознаграждение. Круто. Так. О, можно сюда отправиться, да, сразу. Небольшая речушка. Про неё говорили, что часто топли тут люди. Но неудивительно, мельница близко. Пойдём посмотрим. На берегу реки вы обнаруживаете крестьянина, который ещё совсем недавно пас коров у Водянова. Он жив и, видимо, освобождён от своей участи. Но его взор пуст, и он не может связать ни слова. Вы знаете, что подобное случается с простыми людьми, побывавшими в таком месте. Вы отводите мужика в село и объясняете, что его нужно доставить в родной дом Некрасова. О, круто. Не то, чтобы меня такие магазины интересовали, просто мимо прохожу. Давайте посмотрим, что там в винной лавке интересного. Винная лавка работает допоздна, и из её окон льётся тёплый свет на скрытую ночной тенью улицу. Заметив вашу книгу, целовальщик зовёт вас внутрь. Мол, у него и книги в продаже есть. Вижу, книгами интересуешься. Вон у тебя какая боскучая-то есть. Старинная? Я ни одной брашкой торгую. Взглянешь? Угу, давай. Так. Солоделик? Пекли на поминки такие пирожки с солью туда. Покойника оберегают. Угу. Пять хворь на противника. Давай возьму один. Так, водяная мельница. Водяная мельница считается дурным местом. Всё из-за мельников, которые часто имеют дело с водяными. Что как-то мы быстро за 15 минут. Хотя там сейчас и застрянем надолго. Так, тут у нас... На дом у тому речного притока возвышается мельничный дом. Загадочно шепчут камыши, изба обветшала, водяное колесо молчит. Вас уже ждёт солевар. Василиса! Я побывала у водяного. Всё про твою дочь узнала. Но разве я мог? Господи, всё это как во сне. Евдокий он забрал. Но я не знал, что он виноват. И уж не думал, что он её пришлёт на солеварню убивать. Думал, там другой водяной. Думал, сбежал я от того. Столько смертей, столько жертв. Жертвы. Я бросал рублей, сколько-то каши, водки. А Вакулю всё мало. Ему нужны только мертвецы. Здесь ты с водяным договор составил? Да. Это моя мельница старая. Я тут работал. Когда я её строил, с Вакулем договаривался. Он мне, мол, как обычно. Я и думал, что деньгами отделаюсь. С окаянным редко, когда так просто. Через несколько лет он тенью чудить начал. Свою жертву просил. Я вредить никому не хотел. Потому отказал. Он тогда своё сам взял. У меня подмастерье был, засыпка. Ладный парень, любил его. Водяной его утащил на дно. Утопил ему этот чёрт, понимаешь? Тогда бросил я эту мельницу. Не мог тут находиться. Со временем солеварню открыл. Думал, забрал он своё. Но ему всё мало было. Оказалось, это он. Дочурку мою на дно утянул. Дусю погубил. Как водяной на солеварне тебя отыскал? Этот завод далеко. Я-то думал, там другой водяной чёрт. Так и было вначале. Я на горцевых денег подкопил. Сначала маленький заводец, потом разросся. Мы с другим бесом в ладу жили. Он людей-то не требовал. Потом, видно, его Вакуль одолел и всю реку под своё начало взял. А я и не знал. Про меня как-то проведал. Что с дочерью твоей сталось? Дочка моя, она тут ни при чём. Когда Вакуль меня нашёл, он, видно, меня проучить надумал. Евдокия по зиме на санях ехала. Соликамс. Под ней лёд провалился. Ни саней, ни дочки моей не нашли. Я и не догадывался, кто виноват. Не про такого водяного дед мой рассказывал. Меня бог наказал. Самого хитрого выслал. Что просил, то и получил. Мельник, он колдун, с сатаной знается. Люди, сказывали, был в соседней деревне Мельник. Хитрый, знающий. Муку себя никогда не стряхивал. Примета эта плохая. Прежде чем Мельницу пустить, встретился он в полночь на плотине с самим водяным. Торговались долго. Кто колесо крутить будет? И запросил Водяной немыслимую цену, чтобы утром утопил Мельник в пруду мальчика и девочку. А Мельник-то хитрый, утопил барашкой и ярочку. Водяной растердился, мол, обманул. Так ты ж просил мальчика и девочку. Вот, получил. Понял Водяной, что обмешулился, но уговор дороже денег. Душа колдуна отягощенная грехами, поэтому он не может подняться на небо. Для облегчения участи над покойным разбирают потолок и крышу и подрубают матицу. А мы это читали уже. Да, да, это просиновый колд, что, видимо, не зачлистого с прошлого раза. Думаю, с Вакулем сможешь сегодня потолковать. Я-то потолкую, проклятый бес, уж я его. Не думаю, что сладишь ты с ним. Только мне это по силам. Да и то, с концами его не уморишь. Сильные хозяева природы. Сделай, что можешь. Сделаю. Думаю, Вакуль быстрее объявится, если мельницу запустить. Это можно. Я его смотрел, пока тут ждал. Вершник, заслон то бишь, я открыл. Но подстав не крутится. Водяник прохудился. Я его залатать могу. Такие водяники еще можно залатать. Жаль, что некоторые прогнили навеки. На подставе лопастей не хватает, перья. Ты поищи доски. Думаю, трех должно хватить. Тогда и запустим. Я тебя внутри подожду. Починю там покамец, что можно. Хорошо. Найду три доски и тебе принесу. Так, ну пока я готов найти только траву. О, доска. Вы нашли подходящее перо для подставы. Перо? Перо или кого? Перо или кого? Что у нас? Еще доска. Вы нашли подходящее перо для подставы. Тихий омут и черти тут водятся. Этот заслон воду от мельницы удерживает. Обветшала мельница. Хорошо, что вообще стоит еще. Так, спустимся вниз. Посмотрим, что там. Ну, а русалочка наша. Знакомая. Еще домовая голова. Мельница. Секундочку. 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 Васенька. Мой отец. Он тоже здесь? Да. На мельнице. Поговоришь с ним? Не могу. Вакуль не велит. Водяной еще не явился. Не могу супротив его слов пойти. Как бы не хотела. Мне перья нужны. Для подстава. Знаю. Вот одна доска. Забирай. Русалка отдает вам часть механизма. Что-то есть в имени Вакуль. Пермятская, думаешь? Чую, явится скоро. Что-то есть в имени Вакуль. Чую. Так, ладно. Возвращаемся на мельницу. Три доски у нас есть. Что-то есть еще. Посмотрим. А, Василис. Три доски. Довольно. Ну, все для запуска колеса у нас есть. Как колесо запустим, Вакуль вскоре явится. Подожди. Я... Посмотрим, что здесь. Если водяной не помогает мельнику, колесо быстро ломается. А то и не крутится вовсе. О! Шанс 20%, что трава не исчезнет после использования. Неплохо. Мельничная вода. Живая. Ладить людей помогает. Отсюда вода на колеса сбрасывается. Угу. Наверное, ее некуда мне поставить. Хрен с ним. Начинаем. А, Василис. Ну, все. Как колесо запустим, Вак, давай. Пришло время. Соливар ловко чинит мельничный механизм. По его движениям понятно, что он делал это не раз. Вскоре колесо со скрипом совершает оборот. Затем еще один. Затем еще один. У нее ее милая книжка. Как рад я. Рад новой встрече. Здравствуй, водяной дедушка. Здорово, Вакуль. А, старый знакомый. Пришел нарушить очередное обещание. Отец, я... Не было позволения говорить. Поток воды сбивает и соливара, и русалку с ног. Гостя, Василиса, из тебя неважно. Разве у вас так принято в Пермском крае крепостных у хозяина отбирать? Уж нет никаких крепостных. Молчать? Кажется, разбойники до сих пор не вернулись к жертвам. Какие-то проблемы, Василиса. Разбойников, бесы всех передави... Ты не справилась с заданием. Но ты мне нравишься, колдунья. Говори, че хочешь. И печать русалку. Нет. Давайте освободим русалку. Освободи только русалку. Печать я как-нибудь иначе открою. Надеюсь, времени хватит. Рад иметь с тобой дело, Векшица. Водяной оставляет русалку и с хохотом исчезает в омуте. Из раздумий о том, где найти другого водяного, вас выводит русалка. Она прикасается к черной книге. Да ладно. Еще одна печать открыта. Еще и минус три греха. Вот это прикол. А, ну да, нажать же надо. Дуся, прости. Из-за меня ты погибла. Нет. Не вздумай себя завинить. Теперь я свободна от водяного черта. Но и мне за свои грехи ответить нужно. Постой. Однажды мы снова встретимся. Прощай, отец. Русалка улыбается Соливару и растворяется в белом свечении. На обратном пути вы успокаиваете Пахома рассказами о потустороннем мире. Но кажется, он счастлив тем, как сложились события. Вот, пряха же. Но разве это не банальнейшая легенда? Возможно. Но совпадений слишком много. Утопцы про нее говорят, сильна, мол, девка. От другой нечисти тоже слух пошел. Сейчас свадьбу взялись оберегать. Небось, думает, я портить поеду. Ха! Игла понатыкать на меня. Я тогда совсем без сил-то буду. Ты в Покчу езжай. Уж тебя они ждать не будут. У меня есть определенные сомнения. Я видел ее в деле. С такой силой не каждый справится. А надо бы поуверенней быть. Не зря я тебя учила. Чтобы на равных быть и попортишь свадьбу. Будет непросто. Но если книга действительно у нее, я наконец смогу приструнить эту силу. Верно, верно. Вот и разузнаешь. А если ты правда, все, что пожелаешь, сделаешь-то. Таково предание. Сначала присмотрись к ним. Я бес фотослал на округу. Поводом будет хорошим. Но эта свадьба не хотелось бы крестьян портить. Ты же знаешь, как я поступаю с демонами. Ты не смеши оккульта. Кого там попортишь? Думаешь, поезд обернешь? Такое у моей бабки в последний раз было. Книгу отберешь, обратно возвращайся. Будь по-твоему. Ну, в дорогу собирайся. Аминь под Бог. Ага, а потом, что было? И решила я русалке помочь. Что, уперлась? Я тебе говорил, бесам не помогать. Как мне помогать-то? Есть добрая нечисть. Что ты лезешь, бес шерстнатый? От тебя толку меньше, чем от кота. Но сложилось же все, дедушка. Радуйся, что свезло. А то без суженого и останешься. Ну, за следующую печать приниматься пора. Волчья печать. Я про оборотней подумала. Давно их в уезде не было. Прошка, может, волком обернешься? Не поможет. Надо мне помозговать. Пока своими делами займись. Помяни парня своего. О, срок ж подошел. А я, может, что и придумаю. Хорошо, дедушка. Супер. Так, ну че, я думаю, на этом мы тогда закончим. Следующую серию. Следующую серию стартанем. Так что благодарю за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok